Потому что видишь, что ничего тут такого нет Да я разберусь, когда на закрытие Бестолочь и базаришь Да ты мудишь там, как ты говоришь Я вот не мудю Отдай, это ж моя! Отдай! Отдай! Вот это мои документы, моя сумка Откуда ты взял это? Не буду уже оплатить, да? Не будешь пробивать? Да нахрен! Будут вас сегодня гонять по всему району, как веники будете летать, да Это ж моя, отдай! Это ж моя, отдай! Это ж моя, отдай! Это ж моя, отдай! Это ж моя! Отдай, это ж моя! Отдай! Беги, сука, беги! Это ж моя, отдай! Отдай, это моя телега! Это моя телега, отдай Это моя телега Отдайте мою телегу, там мои вещи Где моя телега? Где моя телега, говорю? Куда ты ее увезла? Здравствуйте Телегу мою сюда Телегу мою сюда Вот это откуда у него? Вот это мои документы, моя сумка Откуда ты взял это? Откуда взял? Кто тебе дал, Спартаковец? Попаливай, ребята Это называется грабеж Прямо из магазина Все на камеру есть Все, полностью Это мне насрать Саш, я тебе еще раз говорю Как бы ни было Вот этот материал уйдет куда надо Все Нет, разбираться мы уже не будем Нет, телегу надо найти, Леш Меня здесь просто Я шел специально, нюни распустил Отдайте, Леш Это мой товар Ты знаешь, как он петушился? Я его потом Где он есть? Все, ребяточки Вы попали Так, ты препятствовал моему продвижению И пособствовал тому, что меня ограбили Унесли мои личные вещи Ты меня слышишь? Куда ты побежал-то? Ты препятствовал мне, когда меня обокрали Ты не задерживал преступника Который грабеж совершил А еще и помогал ему, да? Сейчас приедут менты Куда ты закрываешься? Что, стыдно? Морду сюда показал свою Прижмешь руку? Прижмешь руку Поеду на свидетельство Понял? Еще ни одна скотина меня не смогла сломать Понял? Ты мне насырай Бабки где здесь были? Бабки здесь были Бабки где? Сань, сколько там? 470 тысяч? Слышь, сколько там было? Бабки давай сюда Тут бабки были Ты украл вот эту сумку с документами Тогда давай сюда этого Который тащил телегу Я не знаю Вы враги Стоит в помещении, ребят Какой служебный? Какой? Где написано? Сюда иди Покажи мне, где оно служебное Покажи мне, где оно служебное Иди сюда Сюда иди, сказал Сюда иди Показывай, телегу служебное Короче, этот меня грабил А этот меня держал На камере все есть Замечательно Понял? Нет теперь Как ты встрял А я это так не оставлю У меня сердце больное У меня там таблетки Вы меня грабили Грабили Именно грабили Ты посмотришь на видео Как он тащил Если вырывают телегу Один держит, а другой увозят Еще и группы лиц Ничего не делал У меня все записано С самого первого момента Я не зря шел за ним И умолял его отдать мне Ни хрена Ничего спокойного не будет Единственное, что вас может спасти Это ты сейчас этого черта Вот сюда приводишь Да нет этого черта Это вообще оклининговая компания Я не знаю Пусть оклининговая Пусть какая Может еще Членососовая компания Пусть он сюда идет Это не сотрудник Неважно Он ушел Он сюда ушел Почему его сюда пропустили Если ты сотрудник Вы точно так же туда прошли Он шел знал куда Я шел не знал куда Вот пожалуйста Привлекайте меня Почему здесь нельзя зайти Где здесь Номер 19 Там оплаченные товары были Кроме всего Возможно там и денежки найдутся Которые были в сумке Может не найдутся Я не знаю Короче Саныч Раскладывай на кассе товар Слышу Челега поехала Я ее бедром вот так придерживал Чувствую Она отлепилась от бедра А выглядусь Этот кекс схватил ее и тащит Что за кекс-то Не знаю Какой-то блин хрен Я короче говоря Его начал умолять Чтобы он мне отдал Чтобы включить камеру А он-то почувствовал Здесь сильным мальчиком Когда понял Что я его умоляю Но мне нужно было Только включить камеру Я ее когда включил Начал его возить Здесь по магазину Вместе с этой телегой Но все равно дал ему уйти Вот Ну и все А дальше вот этот СБшник Или кто он Начал препятствовать Моему проходу Уже внутри И толкал его Чтобы он телегу Передал бабе Какая-то баба схватила И куда-то там у них Уже подзимата Кодзимата эти И куда-то увезла Вот и все Вот такой вот грабеж Средь бела дня Давайте так играть Пять минут на то Чтобы разобраться Леха У нас мало времени Сан Саныч И вот теперь на камеру Могу тебе сказать Естественно Поскольку с 19 года Мы этим занимаемся По крайней мере я Кое-что тухлого Я здесь не выложил Она лежит на полочках Ну понятно Включая детская Полурыбак Полукосмонав Как не снимай Меня в суд Подам Ну доброй дороге В суд Ну да То ли за бородку свою Стыдиться Викинг То ли за профессию Короче Остла этого Так нам и не выдают Ага А вот и он Мы оставили Мы оставили Мы оставили Вот это поворот Серьезно мы оставили Прям то что У нас на камеру зафиксировано Что Случай был очень похож На случай На славянском шоссе Когда Грузчик у него Вырвал Телегу С оплаченным И это не тот товар Не тот Я вчера сама Потому что считала У нас Зафиксировано то Что у нас Был Идентичный товар Но Обладал Другими Потребительскими Другими Потребительскими Свойствами У нас Есть Фотографии И на фотографии Что там Фотографии Выбранного товара Говорят О других Датах Вот это Сейчас Забирайте В таком случае Если вы здесь Хвостом Жопой Решили с вашим Директором Лехой Велять Не получится У нас есть Полная Видеофиксация Всех Дат Товары Не те Дата производства И окончательный срок В данном случае Другая В данном случае Другая Об этом суде Будете рассказывать Вместе с грузчиком Который совершил По нашему мнению Грабеж И вырвав телегу С уже оплаченными товарами Как и на славянском часе Только это более спокойно Произошло И быстрее завершилось Увез туда Подсобку И прочее Прочее Мы выбирали Другую Дату В итоге И С такой датой Товар Нас не устраивает Потому что У всех потребителей Из глаза Все смотрели Дату Убирали нужную дату С такой датой Нам не нужно Не нужно подменять А то будете здесь Говорить Что мы оставили Уж Совести Уже Я ведь его считала Вы же на моей кассе Его считали Я каждую пачку Припрел Каждую Кто оставил Какой товар Если грузчик Корванул телегу И была погоня За ним туда В доме Если Если Мне мою Сумку Которая находилась В этой телеге Потом Там под видеофиксацию Отдали Только сумку С имуществом Я еще там Денег не досчитался Как с этой Ситуацией быть Вот А кто будет знать Задаем сейчас Есть кто-то На магазине В смысле В выходной Если у вас Директора Как Алексей Директор Данного заведения Сказал О том Что Воходной В воскресенье В понедельник Ну выходной сегодня Сегодня же выходной Суббота А он сказал Что выходной В воскресенье В понедельник Ну сегодня так получилось Сегодня выходной Пусть гадки, наверное, возвращаются. Нам в таком качестве товар не нужен, мы брали в другом качестве. Вот добровольная выдача того, что примерно того, не с теми датами, подменили. То, что должно являться предметами совершения преступления, произошедшего вчера, она тебе вот принесла. Видеофайл, сам факт есть, того, что они не отрицают. Потому что товар был здесь. Ее слова опровергаются, то, что вы оставили видеофайлами, что был вырван товар купленный. Приедем потом, ментов вызовем. А сейчас пусть бабки возвращают. Адрес 9 января. В чеке сколько есть? 9. А здесь сколько? 8. А я же не знаю, что вчера произошло, что у вас теперь 8. У нас их 8. Все здесь было, а не у нас. Не у нас их 8, а здесь их по факту 8, с другой датой, которая нас устраивает. А получилось так, что грушик рванул телегу с оплаченным товаром. Убежал по цопку. Полностью со всей телегой. И даже с моей сумкой, где важные документы. Пауэрбанк, деньги. Денег я также не досчитался, когда внутри служебных помещений мне отдали эту сумку. Насчет этого еще будут серьезные разборки. Факт они подтвердили. Видео у нас есть, как держать телегу. Нам полностью возврат почек. Потому что жопу научились бы правильно страховать. Так и знал, что будут отмораживаться, будут заниматься попыткой подмены. Какой это смысл имеет? Возвраты есть? Есть. Подтверждение того, что... То есть, мы признали, что тот был некачественный, конечно. Все они знают, что они были до 19.08. Зачем-то все это вырывали телегу вчера с оплаченным товаром. Сегодня сделали возврат. Сегодня пытались подменить на товары в сроке. Действует как идиоты. Кофе я оплачу, вопросов нет. А это отбивать не будет? Почему? В смысле? Это кассир или идиот? Чего ты не будешь отбивать? Потом будешь пороги отбивать, чтобы на работу устроиться. Демьян, ты что здесь забыл, если ты не умеешь? Или не желаешь выполнять должностные обязанности? По-моему, русский язык. Вот подключай. Выпили еще по одному кофе, о чем сообщает Натасия. Желаем внести оплату за два кофе и за другие продукты, выбранные сегодня здесь. Где? На виды таких неострых набирают, Жень? Вообще без... Я не пойму. Кофе пробивает, но... Ты что, ты решил, кофе пробивает? Что такое решать? Дома больше решать. Алеша, я в семье. У нас надо принять оплату за все выбранные товары. А пробивать это себе там, дом, очко будешь или еще что-нибудь. Пожрать купить нормально нельзя стало, да? Что за стандарты обслуживания? На видеосвязь ватсапиваете. Годин до 21 августа, 7.55 утра. Да, это понятное дело. Годин до 21 августа, 7.56 утра. Да, понял, Саша. Что не то? Все, лучше заберем эту продукцию. В смысле? Оно стоит на прилавке Годин до 21 августа. Хотим купить на пятерых, и что? Ну, понятно. Что же они его берут и все. Заедьте в кафе-то, поедите. Что, как это, Саша? Ну, мы хотим в Перекрестке. Мы знаем ассортимент. Ориентируемся, что можно брать, что нельзя брать. Но мы хотим, продолжаем хотеть внести оплату. Мы что, мальчики здесь ездить по городу? И из-за того, что какие-то... У него там что-то с ингредиентами не так напутано. Ты втираешь мне какую-то дичь. Поэтому мы лучше из имени... С какими ингредиентами напутано? Ну, непонятно, не знаю. Будем разбираться. Все прописано, состав, все есть. Да, понятно. Ну, будем, значит, разбираться. Может, там стикеры, что-то не то. А, то есть какой-то мудак, не разобравшись, выставил это на прилавок? Все, все возможно, будем разбираться, да. А может, тогда все товары снять и унести сразу весь магазин с реализации? Да нет, директор дивизиона в курсе, что мы подсылаем. Посмотрим, разберемся. Плацовщик за рулем. А директор дивизиона в курсе о том, что в кафе рекомендуют обратиться вместо того, чтобы купить в Перекрестке? Не знаю, наверное. Или не в курсе? Не в курсе, наверное, не знаю. А почему в Перекрестке меня посылают в кафе куда-то купить, когда я желал сегодня собственное производство купить той линейки продукции, которой уже годами доверяю? Ну понятно, мы разберемся, хорошо, сошла. А с чем, с чем разберемся? С внесением оплаты нам надо разобраться, внести оплату. Хорошо, разберемся, сошла, спасибо. За что спасибо-то? Ну вот, он говорит, здесь как-то что-то напутано с ингредиентами. С чем, с булочкой, с ингредиентом напутано, с квасом или с пивом бат? Ну вот, спасибо, вот, скажите мне, что с этим делом не так? Возьмите в руку и вводите. Это говорит директор супермаркета Перекресток, у которого горит, сука, пердак, который обосрался нашего визита. Что за фигня-то? Вот это я могу купить, нет? Время... Говорит, сходите в кафе купить, это директор Перекрестка говорит. Ну и что дальше? Ну и что дальше? А чем уж я мордами нравлюсь? Не нравится. Почему? Вон с ним разговаривают. Ну, ты же к нам обратился сейчас. Ты же смотришь на него. Ничего. Законон запрещено. Смотреть куда-то. Дебилы. Спасибо, что представился. Давай. Давай. Что нужно? Паспорт, может быть, сейчас в 10 часов вечера уже. Почему я не могу купить? Я искал по телефону с ингредиентами, возможно, что вы напутали. Давайте дальше, Товар Снайдович. Что с этим сыром, посмотрите, пожалуйста. До какого он годен. Я могу купить себе сыр, потом хлеба. Я могу купить себе? Что за дела? Пиво здесь производят? Вот это квас может быть. Как могли здесь с ингредиентами что-то напутать? Может, что-то с финиками у вас случилось? Я и говорю, давайте тогда весь товар в торговом зале уберем с реализации. Вообще весь-весь-весь товар в торговом зале. Вдруг что-то с ингредиентами напутали, как сказал Леша, директор этого тухлопритона. Какое еще пиво вам принести, чтобы вы его не пробили? Вы что? Карина, у вас здесь менеджер собственного производства. А, Карина, я к вам обращаюсь. Мы в молчанку будем играть. Зови, кто старший в магазине сейчас. Привет, вы старший. В смысле нет? Все кассиры, что ли, продавцы как-то? Старшего, зови, кто на магазине. Старший кассир, товаровед. Из кассиров я пока старший. Серьезно? А ты старший кассир? Пока. Ты точно старший кассир? Кассир-продавец же здесь написано. Ты что мне гонишь? Даже говорю, когда... К нам подходила старший кассир. Подходила, здесь была. Как минимум старший кассир есть. Возможно, есть менеджер собственного производства. Возможно, есть задоем на магазине. Возможно, товаровед. Ты меня не гони. Магазин не может без администрирующего персонала работать. Кто старший в магазине сейчас? Зови сюда. Будем обсуждать вот этот вопрос. Что молчали? Старший нет. Да не ври мне, не ври. Вам сказали, что в администрации временно нет на месте. Да нет. Ты вообще, най, ух, иди отсюда. Тебя не просят вмешиваться в диалог. Ты представитель ЧОП и вмешиваться должен. Только тогда, когда что-то действительно противозаконное происходит. Ты себе, Евгений Анатольевич? Да, кошка погарнись. А, так себе или кошкам? Че, будешь пробивать? Ну че, будем пробивать-то, нет? Готов оплатить все. То есть ты продолжаешь хотеть тебя это купить? Я есть хочу, я не могу. Меня не обслуживают. А почему тебя не обслуживают? Не знаю. Чем это аргументируют? Не знаю, Сан Саныч. У меня чувство голого-то. Я здоровый. Ложечек купишь хотя бы одноразовый. Евгений Анатольевич. Ну че, пробивай. Больф не. Детективный, больше не. Нормально? Не говно, не? Свежие, зря не пробивать. Но я, наверное, не буду уже оплачивать. Не будешь пробивать? На камеру говорит, я пошел. Пробьешь? Я тогда, если не пробьешь, еще черный поем. Ладно? Давно не ел. Проси, может быть, пробьют. А кто тебе платит? Считай за одну банку. Целый день ты здесь зря посидишь бесплатно. На камеру говорю. Возьми из меня за икру. Все, нормально. Не банк приколу. Возьми за икру. Иначе я уйду сейчас. Сейчас не отбил. Не отбил, но так отбей. Вот. И все остальное. Отбивай, или я уйду, еще раз говорю. Да, туда. Ты не трогай, то, что человек выбрал. Не трогай. Не трогай. Ракушку не трогай. Вот это надо возьми. Не надо, Кеш. Забери. А тебя тогда тянешь руки-то. Ветки не тяни. Продукты. Сначала покупают, потом кушают. Евгений и Анатолий. Сначала покупают, потом кушают. Нет, я не разберемся без тебя. Главное, чтобы он все-таки внес за эту оплату в кассу торгового предприятия. Не находишь, не острый. А не находишься, что неоплаченный товар является... Тебя вообще не спрашивают, засохни здесь. Стой здесь, засохни. Как тебя поставили здесь, бревном стоять, так и стой. Вот это написано. Годен до 21 августа. Поэтому он вам его и не продает. Потому что до 21 августа, а сегодня 20-е. А что? Правильно он все делает. В смысле? Ну он же заботится о нашей покупателе. Не переживай, что мало ли. Что мало ли? Давайте никому ничего не будем продавать. Давайте весь товар уберем из торгового зала. Ну не весь товар. Он же собственное производство вам не продает. А что не так может быть в собственном производстве? Ну кто его знает? Подождите. Если годен, до 21 августа, Лен. Можно вас сюда, Елена? Да, говорите. Вот смотрите. Специально спросил у продавца сыра. Еще есть такой. Обожаю вот этот Моздан. Что с ним не так? Ну продайте мне его. Посмотрите на сроке годности. Ну вы же с глазами человек. Если мы общаемся нормально. 8, 11, 22. Упакован 6. Ну в чем дело? Можно его купить, нет? Я должен уговаривать. Ну в чем уговаривать? Да что, мне вскрытие... А сколько он здесь стоит? Ну переживай отчет. Видите за вашу покупку? Вот Леха, директор, не видит, говорит. Ну может оно просроченное. Я ему, Лен, вот смотри. Я ему по-честному сказал. По телефону, да, позвонил. Здесь написано годен до 21, 08, 22. 7 утра, там 56 минут. Мы все прекрасно понимаем, здравомыслящие люди, что сегодня 20 августа. Имеет право, а мы его не правдали. Почему? Ну потому что он сомневается. Какая-то... А почему он сомневается? Что с ним не так? Ну кто его знает? В смысле, кто его знает? Давайте кофе не продадим никому. Кофе, пожалуйста, берите. Никому не продадим. Нет, никому не продадим. Будем сомневаться в его качестве. А вдруг что-то не так. А вот эта икра, блин, просроченная. Которую вы ели? Да. Ну зачем же вы берете? Это хрен с ним, с моим желудком. Ну ее мне пробили. Так вот, логику, объясните мне, почему просроченную икру мне пробили. А вы теперь объясните, зачем среди столько икры вы берете просроченную и идите и просроченную. Какое 11-го? А у нас срок годности с даты изготовления. Ну и что, она же просроченная. Давайте мы пройдемся все покупателями. Я в общем, что думаю, что сейчас фикс может вырвать и убежать. У нее есть уже прецедент. Куда ее забрал? Куда ты ее забрал, я не понял. Джек, он ее забрал уже в руки. Так вы же ведь тоже ее забрали. В смысле, на это чек есть. Вы взяли просроченный... На это есть чек. Вам, молодой человек, говорить нельзя. В смысле, он оплатил. Вот он внес оплату. Мы сейчас сделаем возврат на товар. Серьезно? Конечно. Джек, у тебя чек есть на это? Он ее уже в лапах своих держит. Вот этот вот. Мы скажем, что мы вам делаем возврат. В смысле, мы требовали возврат? Вы зачем требовали? Вы его взяли и он... Мы требовали возврат сделать или не требовали? На свое и про. Не дай бог ты сейчас займешься служебным подлогом, фальсификацией. Никто у тебя, покупатели, не просил возврат никакой делать. Но я карту не буду прикладывать. Как они мне возврат сделают? Не знаю. Неналичный уже. Очень плохо, чтобы вы подсыпали. Фальсифицируют. Это вы себя ведете, как скоты. Вот именно. Мы не просили кушать товар, пока вы его не оплатили. А его оплатили что, что нет? Разве не оплатили? Елена, а вы заметили, что никакой икры не было, пока вы не пробивали то, что выбрали? Нет хлеба, вода, что там, пиво. Не давайте им лапать эту икру. А я про это сейчас. Ты что там в жопе ковырялся? А потом нашу вот эту икру взял в руки, которую мы купили. Ты что, вообще оборзел? Ты без перчаток работаешь. Не барановирусный период, не период пандемии. Все перчатки отменены. Отменены, правильно. Поэтому он сидит без перчаток, потому что они отменены. Возможно, он за член руками своими держался, в жопе ковырялся. И ту икру, которую оплатил Евгений Анатольевич на кассе, открыл своими руками, он берет свои, возможно, очень грязные руки, что не может нас не раздражать, как покупателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти? А кто еще? Здорово. Здорово. Давай немножко по-другому. Давай тоже здравствуйте, но в стиле Михаила Круга. Давай. Здравствуйте. Я говорю вам здравствуйте. Что вы ныли? Я жене на паперце. Вы отойдите от меня подальше. Что вы ко мне жметесь? Мне неприятно, когда со мной так же разговаривают. Жена есть, он и детей. Ему мальчику неинтересно как-то знать. Шаг назад. Пожалуйста. Кто вызвал, кто кнопку нажал? Сейчас у нас личное обращение. Расскажи. Вам угрожали? Вам угрожали? Чем? Разговаривают. Здесь магазин, знаете, как они разговаривают? Они поили и куб. Ртом разговаривают, русским языком. Которым потом пришлось оплатить. Ну, оплата внесена или что? Что не устраивает? Ты громкость нашу здесь, Лен, будешь регулировать? Оплачено или не оплачено? Они сначала его поили. И что? Оплачено в итоге или нет? Никогда оплатили, они его кушали. И что? Ничего. Никто так в магазине не делает. Я делаю, Лен. Я могу пепси-колу в магазине открыть и искренне захотеть оплатить и оплатить реально. Возникла обязанность оплаты, и оплата была совершена. И? Претензии в чем? В том, что ее оплатили? Или в чем? Нет, что не ездили. Я предупреждала. Так она оплачена, она нам принадлежит уже. Претензии в чем? В том, что все-таки произошла оплата или в том, что якобы она не произошла? Кто именно? А директор этого магазина не угрожал, что сделает времени. Кто именно угрожал? На весь коллектив вызови мусоров. Они вам нужны? Мы не нужны. Все, в целом. Я думаю, что ложный вызов оформляете. Вам какие-то претензии еще есть? Ну, если они сейчас собираются здесь стоять и еще раз кричать на весь магазин. А мы через час приедем. Вот видите, они еще через час приедут. Там, например, вы прыгаете. Что они, охранять себя здесь будут? Или что? Мы будем тут охранять. Вы уходите? Пока да. Покурить-то точно уходим. Вот это вот хочу купить все. Давай, закупай. Давай. Пробивай. Кассик. Видите, отказывается. Вот с этого все иначе. Он мудит. Он дальше будет мудить. Давай. Разбирай. Что я и дальше буду? Что я и дальше буду? Мудить. Мудить? Да. Это что за мудить? По-моему, ты сейчас не мудишь. Что ты тут делаешь? По-моему, ты сейчас мудишь. Ты же херней занимаешься. В смысле, я хочу вот это купить? Да ничего ты не хочешь купить? Вас тут сколько таких ходилов уже? Да? Один другого меняет. Ничего дальше. С вами напарник твой умнее оказался. Молчит спокойно. Потому что видишь, что ничего тут такого нет. Да я разберусь, когда закрыть. Ты мудишь там, как ты говоришь. Я вот не мудил. Я разгромаю. Достой человек, понимаешь, что херней ты не стыдно. Какой херней я? Тебе не стыдно? Ты какого года рождения? Да какая тебе разница? Ты что, с паспортным столом что ли сбежал? Я с дурала паспортным. А, я вижу. Я тебе говорю, что ты взрослый человек. Я вижу. Какая разница? Ты тоже не мальчик, по-моему. Херней занимаешься. А мне кажется, что ты занимаешься. Ты работал где-нибудь когда-нибудь? Да, я работал пару дней, но мне не понравилось. Не понравилось? Да. Вот я говорю, что ты не работаешь нигде, не занимаешься херней. Вот именно. Завидуешь, что ли? Да я не завидую, что мне тебя завидовать? Ну и все тогда, что ты? Футболку переодень, она у тебя пахнет. Пахнет? Потом. Это не потом пахнет, это говно пахнет. Может, это от тебя пахнет? Это вот не ты обосался там, а ты мужик. А ты вон обосрался, что ли? Ты взрослый мужик, ты что так себя ведешь? Так я говорю, что я тебя воняю. Ты что себя так ведешь? Да, конечно, ага, сейчас. Футболку переодень, купи себе, заработай на футболку. Да, заработай, дай мне денег, я куплю. Будут вас сегодня гонять по всему району, как веники будете летать. Я пришел здесь, типа такой охранник, пустота у тебя под каской. Руководство Акционерного общества Торговый дом Перекресток, прошу вас обратить внимание на поведение директора кластера Вафиля или Рафиля, кто здесь в Ижевске, директор кластера, который на Ижевске, на набережной Челны. Магазин Б-173, руководство Акционерного общества Торговый дом Перекресток, прошу обратить внимание на поведение Малышева Алексея Сергеевича, который вместо того, чтобы принять оплату за качественный товар, сегодня 20 августа, годен до 21, отправляет покупателей в кафе. Редактор субтитров А.Семкин